Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Мишли, продолжаем изучать. Очень такая, слава богу, у нас константа уже прям есть. Так, хорошо. И мы начинаем. Я, кстати, вчера очень задумался, что вот нужно, если ты делаешь какое-то правильное действие, нужно делать его активнее. И вот мы делаем правильное действие уже несколько лет. Развиваем Мишли, Яков Шатадин. Вот мы прям вместе уже много лет открываем. Ну, не много, два года почти. А сейчас уже есть 34 тысячи людей, которым нравится страница в Фейсбуке. Я вас очень прошу, поделитесь со своими друзьями. Мы хотим сделать, чтобы это было 100 тысяч страниц, 100 тысяч людей, которым интересно узнать про Бога. И чтобы было у нас где-то 100 лекторов, 100 людей, которые рассказывают про Бога с точки зрения Торы. То есть мы как раз у нас организация. Мы стараемся... То, что возвал Бог к Маше Рабейну, к Моисею. Он возвал к нему 3332 года назад на горе Синай. И говорил он с Маше Рабейну, с пророком Моисеем. И дальше Маше Рабейну получил Тору. И наша миссия – это передать слова Маше Рабейну на русском языке всему миру. Вот это то, что мы хотим сделать, чтобы все знали Ваикра. Поэтому, если вы с нами, то поделитесь, пожалуйста, страницей в Фейсбуке, чтобы больше... Нам нужно сейчас 100 тысяч подписчиков. И мы сделаем вот, чтобы у нас нон-стоп мы постараемся были уроки Торы, чтобы каждый час можно было присоединиться и слушать классные, профессиональные, короткие, разноплановые уроки Торы. Разноплановые, потому что у Торы 70 лиц. Знаете, есть такое выражение? У Торы 70 лиц, то есть как мир, он очень разнообразен. И как мир можно с разных ракурсов рассматривать. Также Тора, которая является основой мира, да, как бы структурой мира, идеей мира. Так Тора тоже, она очень разноплановая. Хорошо, все. Теперь, значит, поэтому не забудьте поделиться страничкой, там есть такая кнопочка, поделиться страницей с друзьями, чтобы друзья тоже приходили и слушали уроки Торы. Все. Теперь дальше мы находимся, 16 глава притчи царя Соломона Мишли. И мы дошли до того, что, значит, очень был важный четвертый отрывок, что все действия Бога, они являются ответом Ему же, да. То есть, получается, что Бог сделал некую систему, которая весь этот мир, вот все мироздание, это то, что мы называем словом Элоким, всесильный. Да, Бог всесильный, это то, что это, это, как бы есть Бог-творец-создатель, который сотворил мироздание, и он же, сотворив мироздание, стал его всесильный. Элоким, это как всесильный, тот, кто этим мирозданием управляет. И всесильный, вот это, да, это, весь этот мир, он очень, очень причинно-следственный. То есть, здесь все очень связано, здесь каждое действие, есть закон сохранения энергии, каждый закон всемирного тяготения, законы, есть там таблица Менделеева, все это Бог установил, не эти правила, и оно вроде бы как работает как механизм, но Бог-творец-создатель, он этому механизму постоянно дает жизнь, и он иногда заходит в этот механизм и делает то, что называется индивидуальное проведение, да, то есть, он лично может общаться, отвечать на молитву, и человек, как Бог, когда сотворял человека, он сказал, что по образу Бога я делаю человека, как Бог-творец, так же и человек-творец. И вроде бы у человека все тоже автоматизировано, человек полностью автоматизирован, то есть, у него тоже внутри все очень механистично, причина-следственная, но есть свобода выбора. И вот это то, что многие не понимают, что даже при том, что все автоматизировано, механизировано и все структурировано и понятно, но есть свобода выбора, есть творчество, и в этом человек создан по образу и подобию Бога. Теперь дальше. Значит, и весь этот мир, он ответ Богу, то есть, Бог его создал, и весь этот мир, он как бы отвечает Богу. Теперь, это мы учили четвертый отрывок. Пятый отрывок. Пятый отрывок звучит так. Пятый отрывок, шестнадцатая глава. Тоават ашем коль гва лев. Значит, мерзость перед Богом каждый высокомерный. Ят лият ло инаке. Рука руку не очистит. Ну, вообще непонятно. Что за рука руку не очистит? Рука руку не очистит. Непонятно. Теперь объясняют нам наши мудрецы, которые знают всю Тору, поэтому для них каждое слово открывается намного больше, чем для каждого, ну, просто для человека, который читает. Это как, знаете, например, врач смотрит на человека, и он видит, есть эти врачи, которые по оболочке глаза, по радужной, видят сразу там, какие у него болезни. Есть другой врач, он пульс послушает, и сразу ему там что-то понятно, да? А обычному человеку я могу сколько угодно кому-то пульс щупать, глаза рассматривать, мне ничего не понятно. То есть мудрецы, вот Евгений Рувинский знает, мудрецы Торы, или есть люди, которые в каком-то деле опытные, им достаточно одного взгляда, им картинка открывается совершенно по-другому, чем дилетанту. Например, искусствовед смотрит на картину, он понимает какие-то смыслы в ней. Теперь мудрецы объясняют пятый отрывок. Мерзость перед Богом, сядьте высокомерные, и рука руку не очистит. Значит, здесь скрыт в этом отрывке очень важный принцип божественного проведения, как Бог взаимодействует с людьми. Значит, смотрите, есть такое понятие, которое называется грех. Да, что такое грех? Бог установил законы мироздания и сказал, «Это добро, это зло, это делай, это не делай». Есть некая система. Теперь, когда ты делаешь то, что Бог назвал злом, или не делаешь то, что Бог сказал делать добро, то в этот момент вот это вот невыполнение законов Бога, оно является грехом. Теперь грех бывает разный. Есть грех, который как неумышленное преступление. Знаете, вот сейчас там судят этих полицейских в Америке и спорят, какое им обвинение в убийстве сделать. Там первая степень, вторая, третья. То есть убийство-то оно было, вот оно убийство. Но в зависимости от того, какой степени это было убийство, хотя вот убийство, вот оно, то от этого зависит, или ему дадут пожизненно, или ему там вообще его могли отпустить. Есть умышленное, есть неумышленное, есть задуманное, есть с подготовкой, без подготовки и так далее. То же самое происходит с нарушением божественных заповедей. Когда Бог установил, что такое добро, что такое зло, есть люди, которые не знают. И они просто тупо не знают. И они, делая зло, они думают, что они делают добро. И делая добро, они иногда даже жалеют, говорят, вот блин, зачем я ему помог этому человеку, сделал я ему добро. Ну то есть у людей есть, может быть, в голове перевернута. И Бог в этом случае, он не наказывает за грех, а он дает человеку возможность понять, осознать, он ждет, он ему как-то подсказывает, он ему дает там уроти Мишлей, притчи там и так далее, чтобы человек разобрался в системе, как система работает. Теперь, если Бог знает, что это неосознанный грех, теперь, если это грех осознанный, то осознанность бывает разная. Бывает осознанность, как мы говорили, что есть грешники, называется Ксиль, грешник по вожделению. Он говорит, ну вот, ну не могу, ну хочу, ну вот там, нравится мне эта еда запрещенная, не могу. Господи, прости меня, и значит и есть запрещенную еду. Другой, значит, он говорит, ну вот я хочу, например, там, я не знаю, он уже стал религиозным, он уже знает, что надо встать и в первые три часа дня сказать, шма истраэль, там, одень тфелин и так далее. Но он говорит Богу, слушай, ну я так спать хочу, ну что тебе, одену я, не одену тфелин, какая тебе разница? И он как бы, ему неудобно немного, но он все равно, он все равно за Бога, он верующий. Просто он грешник по вожделению, он не может справиться со своим внутренним животным. А есть грешник другой, он говорит, кто это Бог вообще? Кто сказал, что можно, кто вообще мне может запрещать в этом мире что-то делать? Я хозяин мира. Я хозяин мира, говорит, высокомерный. И он, Бога, он Бога вытесняет как бы из этого мира. Кто такой высокомерный? Высокомерный, это, вот тут написано так, мерзость для Бога, коль гва лев, у которого высокое сердце. Я помню, когда я начал учиться в Ешиве, то раввин наш, он говорит, вы знаете, есть один тип учеников, которых нельзя обучить вообще, они не обучаемые. Какой это тип учеников? Это тот, кто думает, что он знает. То есть, если он думает, что он знает, так как он научится? То есть, ему не надо учиться, он тебя сам научит. И вот этот высокомерный, у него шансов нет. Он сказал, что я хозяин в мире. Он не сомневается в своем мнении. Он говорит, да, что такое, кто такой Бог вообще? Нету Бога. Я вам сейчас всем докажу, что Бога нет. И в этот момент он вытесняет Бога. А все в этом мире идет мера за меру. Мера за меру. И поэтому вторая часть отрывка то есть, рука за руку не очистится, это имеется в виду, переводят на русский, что можно поручиться, что он окажется, что он не будет не наказанный. То есть, он с Богом решил напрямую сразиться, значит, Бог напрямую ему сделает, тут же сделает наказание. То есть, те люди, которые идут напрямую против Бога, то они могут быть уверены абсолютно точно, что Бог им сделает какую-то серьезную неприятность в самом ближайшем времени. Все. Это такое нам сообщение пришло в пятом отрывке, в пятом отрывке шестнадцатой главы. Все. Все остальные грешники имеют шанс. И в шестом отрывке нам объясняется, как Бог взаимодействует со всеми остальными грешниками. Значит, написано так. Значит, здесь нам царь Самон дает систему, как очиститься от греха. Например, человек согрешил. Он делал неосознанно грехи, потом он узнал, что это было делать нельзя. Бывает. То есть, вот я в 26 лет, например, я стал религиозным в 26 лет. Я до 26 лет не знал правил, по которым работает мир. Я не знал. То есть, мне казалось, у меня были разные версии. В школе мне преподавали Дарвина, что все как бы само возникло из воды. Откуда мир возник? Из воды. А в воде как он? Не знаем. Вот была вода-вода, кипела-кипела-кипела, потом бах, и появилась первая живая клетка. Да, потом она размножилась. Потом она размножилась, и стала она инфузория, еще помню, инфузория туфелька. И стала туфелькой. Потом эта туфелька начала есть других туфелек, и размножилась. И так вот, так ты и появился, говорила мне учительница биологии. Я не верил, я скажу честно, мне казалось, что она, ну, что-то подгоняет моряка. То есть мне не было понятно, как из воды я появился человек, мир и так далее. Все. Это мне было непонятно. Другие системы, которые объясняли люди, мне всегда, те люди, которые мне объясняли, как устроен мир, казались странноватыми немного. И на вопрос, откуда ты знаешь, у них не было никогда ответа. То есть им или там им показалось, или еще что-то. Теперь, и только в 26 лет я нашел вот это вот знание, которое Машера Бену получил от Бога на горе Синаи в присутствии нескольких миллионов самого недоверчивого народа в мире, евреи, самый недоверчивый народ в мире. И с тех пор, на протяжении 3332 года, каждый год 14-го Несана в Песах собираются все евреи во всем мире по группам и передают, как это было. Агадаш и Песах, Пасхальная Агада, рассказывают, как получали Тору, как переходили моря, как выходили из Едипта. И зная евреев, что это народ, который, ну вот, чтобы доверчивыми точно не назовешь, я увидел, что это действительно, да, это Тора. Теперь, значит, когда узнаешь ты, что ты грешил, вот человек, он делал что-то неправильно, узнал, то есть преступления, за которые Бог ему сразу прощает. Он говорит, ничего страшного, Тфилин не одевал, не молился, там, ты не знал, то есть ничего, то есть ты новый человек, человек, который сделал шву, как бы он принял религиозную систему восприятия мира, то есть он принял Бога, поставил Бога, сказал, я знаю, что Бог хозяин, Бог творец, Бог создатель мира, в этот момент он стал новый человек, он как бы перешел на новый компьютер, понятно, да, на новый компьютер и значит, все, ты новый, за что наказывать, но если человек, пока месть, он не знал про Бога, он там, десять человек убил и съел, например, там, ну, то есть сделал такие преступления, ограбил, ограбил несколько детских домов, ограбил несколько детских домов и там, ну, то есть сделал какие-то страшные вещи, да, как же, как ему быть, как ему искупить, понятно, да, есть целая книга, называется Шарей Чува, ворота раскаяния, написал ее Рабей Нуйона, где он полностью этот вопрос раскрыл вот так вот досконально, это целая книга о раскаянии, и вторая книга называется Врата воздаяния, Шарей Агмуль, написал ее велития Рамбан, это люди, которые решоним они называются, они жили тысячи лет назад, эти мудрецы, и они еще были недалеко от пророков, то есть это было их знание Торы было, полностью они знали всю Тору, и вот эти две книги нам раскрывают, Рамбана книга, Врата воздаяния, они, Шар Агмуль, раскрывают, как идет воздаяние в этом мире, как идет суд, как идет получение рая, там, вечной жизни и так далее, а Рабей Нуйона рассказывает книга, как сделать шуву, как раскаяться, я сейчас не буду входить в эту тему, но если сравнить, вот сделать такое сравнение, то вот у человека есть грязная одежда, для того, чтобы ее очистить, то одежду бросают в стиральную машину, это как шува, это стиральная машина, есть специальные дни, специальные дни, когда это раскаяние, оно, они предназначены для раскаяния, это Роша Шана, начало нового цикла, да, когда рождение года нового, и потом есть 10 дней раскаяния, специально, когда на небе открыты, все вот новые, как бы открываются, все возможности, и ты, если в это время делаешь раскаяние, и в Йом-Кипур, Йом-Кипур это судный день называется, когда ты день постишься, не ешь, не пьешься, один день в синагоге, и ты, значит, с Богом, как бы заново устанавливаешь контакт, это время предназначено для раскаяния, но здесь нам царь Соломон говорит, какие использовать числящие средства, после того, как ты уже сделал раскаяние, то есть, когда ты сделал раскаяние, Бог-то тебя простил, но следы там могли остаться, и говорит нам царь Соломон, бэхэсэд вээмэд и хупар авон, значит, хэсэдом, милосердием бескорыстным, то есть, ты начинаешь, ты становишься источником добра в этом мире, то есть, ты с Богом прям соединяешься, источником добра, бескорыстное добро, помощь, вздака, милосердие, и так далее, когда ты просто выполняешь божественную волю, именно хэсэд бескорыстная, вэээмэд, эмэд это истина, истина это изучение Торы, когда ты изучаешь Тору, и ты начинаешь думать и жить по Торе, это искупает твой грех, это очищает, это чистящие средства, которые не оставляют следа даже на человеке, и бэра ташем сурмира, страх перед Богом, он тебя отодвинет от зла, теперь, но чтобы дальше не грешить, то есть только один возможный вариант, не поддаться своему животному началу, не поддаться своему, то, что называется, есэрараслое начало, это сурмира ташем, страх перед Богом, то есть человек грешит только ради удовольствия, зачем человеку грешить, или по глупости, или ради удовольствия, есть, ну, просто дурак, человек, который говорит, что я от инфузории туфелька, с моей точки зрения, он просто идиот, потому что, ну, как может быть, что была вода, потом была инфузория туфелька, а потом, когда люди говорят, это обезьян, они как бы еще можно понять, но они почему назад не смотрят, по Дарвин на теории, что обезьяны произошли от инфузории, это тоже странно, то есть разница между человеком и обезьяной, еще можно как-то прикинуть, что-то есть общее, да, ну, хотя бы видно, но какая, что общего между инфузорией и обезьяной, и как из инфузории появилась обезьяна, вот это уже вообще странно, и никогда мы не, ну, то есть невозможно найти вот этих переходных звеньев, которые докажут, что обезьяна появилась от инфузории, это не так, обезьяна не появилась от инфузории, это 100%, теперь, значит, дальше, человек грешит или по глупости, он отрицает Бога, он говорит, я сам выдумаю, как жить, и пытается он выдумать себе систему жизни, которая, которая, ну, не работает, не складывается, то есть Бог, он создал все мироздание, и система божественной жизни, она понятная, то есть тот, кто создал инженер мироздания, создал, как в нем жить, но когда человек пытается вместо Бога выдумать себе какую-то систему, систему жизни, это или глупо, или бывает, что человек отрицает божественную систему, потому что он не может справиться со своим животным началом желания, желание, хочу, там, получать удовольствие, хочу грешить, не могу, против всех желаний есть одно средство, страх перед Богом, страх, когда ты понимаешь, что ты, сколько ты потеряешь, если ты сделаешь это действие, когда, например, вот есть, я не помню, я не знаю, правда, какая была статистика вот в этих мусульманских странах, когда за кражу, по законам шариата, отрубали руку, но мне кажется, что человек, который знает, что если его поймают, ему отрубят руку, то он будет намного более осторожен, намного более осторожен в украсть, не украсть, то есть, если он знает, и вот сейчас, когда, когда, например, в безнаказанности, то есть, сейчас вот то, что те события в Америке, которые сейчас были, это, мне кажется, что это провоцирует безнаказанность, когда толпы могут грабить магазины, знать, что им за это ничего не будет, то завтра они придут по домам, и те, которые сейчас стоят и говорят, осуждают полицейских, которые превысили меры, которые, 100% они сделали ужасное действие, нельзя превышать, нельзя использовать свою власть, чтобы убить человека, издеваться, но я не слышу осуждающих голосов, которые осуждают толпы грабителей, которые в протест против произвола полиции пошли грабить магазины, это как бы все почему-то сейчас на это не смотрят, и вот этот, которого убили, он же отсидел 5 лет за вооруженное ограбление, то есть, понятное дело, что все в этом мире возвращается, когда ты идешь с пистолетом грабить и забирать у человека то, что он своим трудом заработал, все в жизни возвращается, то есть, это же понятное дело, что мир очень управляемый и структурированный, поэтому страх перед наказанием, это лучшее средство, которое позволит не согрешить в будущем, все, значит, мы знаем, как мы знаем еще раз, что для Бога, первое, для Бога мерзость высокомерная, человек, который считает, что он знает лучше Бога, это он, ну, дурак, и для Бога это мерзость, Бог его лично накажет, второе, что если человек все-таки грешил, неосознанно, или даже осознанно, то раскаянием, милосердием, и изучением Торы, он может искупить любой грех, а чтобы дальше не грешить, он должен испугаться Бога, и трепетать перед Богом, и понять, что есть хозяин у мира, и с ним лучше не связываться, с ним лучше, с Богом лучше не связываться, поверьте, если связываться, то только по-хорошему, только выполняя его заповеди, и давайте седьмой отрывок, коротко, я сейчас его просто скажу, а потом объясню на следующем уроке, седьмой отрывок звучит так, если Богу желанные пути человека, то есть, если человек действует по милосердию и истине, гам ой вав, яшлим и тот, даже врагов его, он с ним, с ним, яшлим примирит, да, то есть, даже враги, они перестанут его этого человека ненавидеть, то есть, если ты становишься на путь добра, и ты начинаешь идти с Богом именно по качествам Бога, милосердия, истина и так далее, то даже враги перестанут тебя ненавидеть, все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня, и так как мы вчера все договорились, все, кто участвует в развитии портала ВАИКРа, усилить свои действия, я вас очень прошу, поделитесь страницей с друзьями, подпишитесь на страницу, поставьте лайк, отметьте, что если есть какие-то уроки, чтобы вам Фейсбук сообщал, и желаю вам огромных успехов, всего хорошего, все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok